Девушки отдыхают 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 вот таким. Но может быть вот таким. Это, собственно, родители вашего подгорного слуги, Светлана Ивановна и Владимир Николаевич. Но фишка этой фотографии не мои родители, и даже не я, а этот семейный ковер. Здесь я первый раз за рулем. Первый, пред, последний. Второй раз был в Азоне на зарочном корпусе. В 7 лет меня отдали в школу юных марокасистов, которую я успешно закончил. Здесь я отдам свое яблочко. Немного лучше, чем сейчас, правда. Ну, это просто прикольная фотка, я не знаю, как это описать. В 7 классе я поехал в Москву впервые и просто фоткался с Москвой в одинаковых позах. В конце концов, решил немного разнообразить свою фотостессию. И вспомнился с одноклассницей все-таки. Я закончил 11 класс и поступил в Радик. И тут все немного поменялось. Не немного, а кардинально поменялось. Еще есть клубы, выездные лагеря, КВН, майка, майка, майка. И я не заметил, как прошло 5 лет. Это последний звонок, и я в центре. Таким я был на первом курсе. Такой я сейчас. Спасибо Радику. Пришел домой. Нет больше сил. Сегодня друг меня спросил, кто я такой. Вопросов нет. Но не рождается ответ. Постойте-ка. Я молодой, здоровый, вовсе не седой. Густые брови, страстный взгляд. Такому парню каждый рад. Ставлю любуюсь тут с собой. Но был вопрос. Кто я такой? Один момент. Но ведь на самом деле я такой. Да, я студент математики. И если кто-то думает, что студенты математики, они заучки, то в моем случае они, конечно, правы. Но это касается, конечно, не всех из них. Я считаю, что универсальный солдат должен быть прежде всего умным. Итак, дорогие друзья, сейчас на ваших глазах я, используя простейшие математические выкладки, докажу вам, что именно я должен стать радиоменом. Ну что же, начнем с моего любимого. Интегральное исчисление. Итак, интеграл. Наверное, каждый из вас помнит, что такое интеграл. Да, помните? Так. ИРГУ не помнит, понятно. Игорь Долгов. Да куда там тебе, ладно. Интеграл — это площадь, друзья. А у меня знаете, какая площадь? Да у меня. Трехкомнатная площадь на Московском, в новом доме. С такой-то площади любая девушка будет проинтегрирована по ДА. Аплодисменты. Аплодисменты. Сразу скажут мне. Ну да. Так. Перейдем к построению графиков. Итак, казалось бы, простая синусоида. Но, дорогие друзья, нет. Это график моего передвижения по моей квартире в случае победы в конкурсе радиомен. Итак, коридор от стены к стене, от стены к стене. Ванная. Зафиксировались. Зафиксировались. И быстро в спальню, быстро в спальню. Главное, друзья, избежать вот этого. И не уснуть в ванной. Ну, вы поняли. Итак, дорогие друзья, а мы продолжаем. Итак, что же. Теперь попытаемся просто рассчитать, что же нужно для победы. Итак, победа. Обозначим ее за В. Итак, В от английского победа как? Виктор Сергеевич, правильно, Виктория. Итак, победа. Победа равна юмор, умножить на сексуальность, и плюс связи с Капрановым. Делись на конкуренцию. Ну и опасно. Связи с Жихаревой. Но в пределе, в пределе, связи с Капрановым стремятся к нулю. В общем, так же, как и связи с Жихаревой. Вот. Мы получили чистую победу. Итак, рассмотрим более подробно переменную В. Не тяжело заметить, что, в общем-то, переменная В, Виктория, победа, напоминает нам римскую цифру 5. И сейчас, дорогие друзья, я постараюсь доказать вам, что именно это число, которое сопровождало меня всю жизнь, является главным ключом к победе. Итак, давайте разберемся, что же такое 5. 5 — это пятый конкурс Радио Мэн. 5 — это число моих конкурентов. 5 — это скоро диплом, отпразднуем с преподами, да-да. 5 — это лучше, чем пожизненное. Итак, я живу всю жизнь в квартире номер 5. И закончил 55-ю школу на одни пятерки. Одношкольники. Где вы? Откуда вы здесь? Продолжим. Итак, сейчас же я учусь. В моей группе учатся ровно 5 человек, и я по списку пятый. Итак, 555 круче. Это число дьявола. Минус 111. Связи нет, но поверьте мне, это важно. Теперь запретная тема. Знаете, сколько рюмочек коньячку может выпить среднестатистический работник рязанского дворца молодежи за один конкурс? 17. Ну, на данный момент он выпил 5. Я-то выступаю вторым. Мало того, знаете, где был куплен этот коньяк? Не в Ашане, не в Сороке, а в Пятерочке. В середине. Итак, возьмем выше. Знаете, сколько машин у ректора? А вот и никто не знает, и я вам не скажу, дорогие друзья. Но наверняка там есть одна Пятерочка. Может быть, видели такую? Вот такая вот. Нет, ну, конечно, может быть, он и Патриот, и Пятерочка-то у него и вот такая. Но это, на самом деле, как-то вряд ли. Ну что же, итак, дорогие друзья, а отведенный мне 5 минут подходит к концу, и в конце своего выступления я бы хотел обратиться к уважаемому жюри. Ну, надеюсь, после моего выступления ваши оценки будут не 3, не 4, а... Ну, сами догадаетесь, в общем. Спасибо. А кто разгонит в небе тучий, кто всего сможет достичь, наш великий и могучий, Александр Сергеевич, Саша наш оплот надежды, Саша просто супермен, Александра мы поддержим. Александр, радио, бэм! Здравствуйте, дорогие друзья! Мой рост 175 сантиметров, вес 67 килограммов. Число волос на голове я так и не досчитал, зато точно знаю, что на руках 20 156. Но, как и все люди на земле, я родился. С этого-то мы, пожалуй, и начнем. Родила меня, как и всех других людей, моя мама. Хотя и папа ей тоже все-таки помогал. С детских лет я управляю автотранспортом. С детских лет я управляю автотранспортом. Начинал я с грузовиков. А сейчас езжу на приварю. Кстати, я пока продаю свой ВАЗ-2114. Если у кого-то есть вопросы, обязательно подойдите ко мне после концерта. Две недели у меня уже на проекте, друзья. В детском саду я начал заниматься самбо. После того, как пошел в первый класс, перешел на более тяжелый вид спорта, на шахматы. Но, когда прошло несколько буквально месяцев, я понял, что моя страсть — приключения. И со второго класса я начал ходить из школы домой один, без родителей. Потом занимался туризмом. А в целом я обычный человек. На первом курсе университета у меня произошла смена интересов. Вместо самбо, шахмат и туриста заняли девушки, тоя и футбол. Но это еще не все. Это далеко не все. Вот скажите мне, какой обычный человек может отучиться четыре пары, провести сбор звездного, поработать светооператором на студ весне, а после этого... Что вы думали после этого? Зарухаю! Нет. Пойти чинить общественный транспорт в городе Рязани. Да. На протяжении полутора лет я работаю слесарем. И вот скажите мне, пожалуйста, почему я, учащийся на четвертом курсе, будучи почти инженером, должен работать слесарем? А? Вы знаете, как мне все это надоело, нет? А я вам скажу, как мне все это надоело. Вот. Вот мое заявление. По собственному желанию. Виктор Сергеевич, вы меня, конечно, извините, но я больше так не могу. Я отдаю сейчас заявление вам в руки, и после этого сразу же иду в военковат. Виктор Сергеевич, я хочу служить в армии. Надеюсь на ваше понимание. Не пожалеешь? Посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Лучшие годы своей жизни на него потратила А он в армию собрался, а я А обо мне кто подумал? И ведь спрашивает еще Дождешься, не дождешься Раньше надо было думать И за мне подать Квыть, сестру Саша, ты поспешил Виктор Сергеевич, тут такое дело Нельзя как-то поспешил Ну почему? Потому что все бумаги сразу у нас уходят в дело И дать им обратный ход нужна очень веская и уважительная причина Такой причиной может быть только твоя победа в радиомании Уважаемые жюри Я очень надеюсь на ваше понимание Не оставьте меня хотя бы без образования Добрый вечер, дорогие друзья Сегодня у нас 23 апреля Скоро май, да? Праздники Не-не, я не имею в виду шашлык там Ленина, нет Я имею в виду нечто Более серьезное Конечно же, 9 мая Вот уже пятый год я занимаюсь в поэтическом театре вдохновения И был однажды такой случай Что нам на выступление не хватало одного монолога И мне поручили найти этот монолог И вот Скитаясь по простору интернета И наткнувшись на этот диалог Я понял, что именно его я буду читать И сейчас я хотел бы вам его прочесть АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Под незадачливым соседом Шутили мы по постаде Крутил пластин, кроме заведа На миссиянной высоте Неслись в окошко безумно Слова, взволнованные те Незнакомого пастилка На миссиянной высоте Войны не знавшие его очи Мы не могли никак понять Зачем соседу днем и ночью Пластинку старую гонять Неужто не тут лучше песен Чем так, что крутит нас сосед Неужто на песне Неужто теперь на песне нет И сошелся клином белый свет И вот однажды наши парни Под звон за девистых гитар Ему пропели Эй, папаша Смените ваш репертуар Он вышел к нам в шинели старой Присел с нами рядом на скамье А ну-ка, дай Сыно, гитар Я песню памяти Свою Два питьки Жили по соседству Весну Звечали песню И как всегда Бывает в детстве Играли Зверстники Войну А война Уже бросила рядом А война Уже гуляла по земле Под Мадридом Ухали снаряды Барселона Рушилась в Англии А война Взрывала полустанки А война Деревня Жгла в огне И не скипали По всей Европе Танки С черными крестами На броне А мальчишки Жили вместе Весну Смещали На весну Весну В сорок первом Простившись с детством Полюбили девушку одну Полюбили Вверху Недотроп Полюбили Да Может быть Вверху любовь Может Юноша Полюбить девушку А война Уже ломилась в двери Вся в крови Растворена В пыли Одев Солдатские шинели Оба петьки Улыбнулись Вверя И сказали Понимаешь Надо Мы Пошли И ушли Солдаты В ночь Волоси Волоси Песню Звонкую Вставай Страна огромная Вставай На смертный бой Эх Солдатская дорожка Дымный ветер Бьет в лицо Ищет урен Не затропу Фронтовое Письмецо Мы тут С Петькою Воюем Бьем фашистов на повалке. Где-то ряжем, то ночуем, где присядем, там приваз. Столько горя повидали, фрицы, злые, как сатана. Нам медали спеть педали, обещают нам вина. Только не погадать делать. А вина, само собой, высоту нам взять бы надо. Бьют весь день оттуда, Простите. АПЛОДИСМЕНТЫ Мельче трудный будет бой, но я верю, через смертную черту. Сегодня ночью, дорогая дверь, мы придем на высоту. Снова труба друбит тревогу. Стоит заряд с собой бойцов. Ищет ветку, не дотронит. Простил войну. Такого боя я припомнить не смогу. Ах, Петька, Петька, что с тобой? Вставай! Что ж ты, браток? Вставай! Слышишь, танки боют! Вставай! Вери в свой автомат! Вставай! Ведь нас осталось двое из восемнадцатых ребят. Но он не стал. Зажжен осколком. Остался Петька в темноте У неизвестного поселка на неземянной высоте. Сосед вздохнул. Уже, извините. У луны светился желтый шар. Вот так, ребята. А вы хотите, чтоб я спинулась. Сосед ушел. Не дав ответа. Ушел обиженный сосед. Упались в лунном свете ветки. И я сказал тогда, Из нас любой. Ты, ты и он, как этот Петька, Войдет за родину на бой. И пусть На землею звучат долго слова злонованные те У незнакомого поселка на безымянной высоте. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте еще раз. Спасибо, спасибо. Я хочу рассказать немного о себе. Я представляю Республику Ангола. А моя история тесно связана с историей моей страны. Это постоянные войны против рабства, за свободу и независимости. Я прошу вас, чтобы вы обратили внимание на экране. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тут вообще-то немножко сложновато, потому что звук не идет. Я не знаю почему. Но... Это как сказать... Ого, подожди. Уважаемый звукач, вот тут должна быть музыка. Давайте начнем этот ролик заново. И поаплодируем еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Звука нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Ладно. Я пытаюсь тогда рассказать. Вот. Это, в общем, фотография, которая... Немножко то, что произошло у нас в стране. Вот. И... Как и всегда, в изображении говорит сам по себе это. А сейчас я хочу познакомиться с вами, познакомиться с гимнами нашей страны. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. O Pátria nunca mais esquecemos Os heróis de 4 de fevereiro O Pátria, nós saltamos os teus filhos Tomados pela nossa independência Honramos o passado, a nossa história Construímos o trabalho, o homem novo Honramos o trabalho, a nossa história Construímos o trabalho, o homem novo Angola, avante, revolução Pelo poder popular Patrimir a liberdade O seu povo, uma só nação Pátria Aplausos 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 Я тоже ничего. Вот это первое знакомство с зимой. И вот так было. Но зато я освоил непонятный и удивительный вид спорта лишь вообще. Прекрасно. Я люблю готовить. Вот. Я умею готовить. Ну, калдырада. Не переживайте. Вот это просто сиротно. Фежолада, орошки, и много, и много, и много хорошего. Вот я осваиваю русскую кухню вообще. Прекрасно просто. Я участвую в культурной жизни университета. Вот я занимаюсь спортом. Я умею плавать и кролем, и браслом. Вот я учусь. Хотя бы неплохо, да? Вот я такой. А тут... Я такой вообще горячий афганский парень. Хотя у нас была война, но не все потеряно. Мы живем мирно уже десять лет. Я люблю либо мы любим улыбаться, петь и танцевать. А сейчас я хочу вам показать, как мы танцуем. Субтитры сейчасès, привет. Уважаемые работники сцены Ведь будет у нас звук или не будет Попробуйте включить звук на экране Пойдет или не пойдет Нет звук, все равно Да, давайте поаплодируем, что хотят музыку Да, аплодисменты 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 Музыку давай! Музыку, пожалуйста! АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ Все, спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 2013 год. По секретному заданию правительства Российской Федерации и лично Сергея Кужегедовича Шойгу, Рязанскому радиотехническому университету была поручена задача вывести формулу идеального солдата. За поставленную задачу взялся профессор Красносельский. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, добрый день, уважаемая комиссия! Добрый день, добрый день! Добрый день, добрый день, добрый день, добрый день, добрый день, люди! Итак, сейчас для демонстрации нам, конечно же, нужен доброволец этой совершенно новой сыворотки. Итак, к сожалению, у нас всего один претендент, может быть, это и к счастью. Итак, приветствуйте, Коля! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, досье Николая. Рост 2 метра, красивый блондин, нет, это не про вас. Рост 1 метр 50, среднестатистический студент, сексуально пассивен. В общем, терять нечего, начнем. Итак, для демонстрации нашей новой сыворотки прошу в студию защитную капсулу. Надо эту защитную капсулу Наташего. На самом деле сыворотка ядовита, чтобы на вас не распространилась. Итак, чем же этот универсальный солдат универсален? Все знают, что универсальный солдат прекрасен в бою. Но как же он прекрасен в быту? Давайте посмотрим, что же он умеет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наденьте быстрее. Я уже больше себя чувствую. Итак, как уважаемая жюри, вы убедились, что, уважаемая комиссия, что это прекрасный универсальный солдат, он уже умеет танцевать. Не только убивать, резать кишки, скрывать головы, но и танцевать. Что же вам еще продемонстрирует? Скажите, пожалуйста, а смог бы он сыграть на флейте? Конечно, смог бы. Давайте попробуем. Субтитры создавал DimaTorzok И так, как вы поняли, уважаемая комиссия, он духовно обогащен, может танцевать, петь. Но что же вам еще не хватает? Как же он в бою? Для демонстрации своих лучших качеств в бою я призываю самого лучшего воина! Самого лучшего воина! Субтитры создавал DimaTorzok А на самом деле, не важно, какой человек, как его модернизировать. Главное, что каждый человек — это ворин. И в первую очередь он стремится к своей цели. Он должен побеждать. Но главное, чтобы человек смог победить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если ты просто пришел сюда, увидишь меня, Давай, делай так, чтобы и витязал, качал, просто делай так. Радио Мэн, кто? 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 Кто Радио Мэн? В общем, спасибо!